Ваше Высокое Преосвященство и Преосвященство, уважаемый Михаил Ефимович, первый президент Якутии, уважаемый Айсен Сергеевич, дорогие братья и сестры, сегодня здесь, в главном храме всей Руси, мы торжественно вспоминаем юбилейную дату со дня основания русской крепости на берегах Лены. Трудно себе представить, как в далеком 17 веке можно было преодолеть все эти огромные сибирские пространства, а преодолев эти пространства и выбрав место на реке Лене, основать крепость и начать жить. Даже сегодня для некоторых людей, привыкших к крупным российским городам, переезд, допустим, в глубинку, не то что сибирскую, а даже и на европейской части России, иногда сопровождается определенным стрессом. Людям трудно привыкнуть к иной жизни, к отсутствию тех цивилизационных благ, которые люди используют в больших городах. А можно себе представить, как это было русским казакам, которые отправились в этот дальний поход, непростой, достигли берегов реки Лены, переправились на правый берег, основали крепость. Это был, конечно, большой подвиг людей. Но подвиг заключался не только в том, чтобы пересечь огромные тысячекилометровые пространства в тяжелых климатических условиях, но подвиг заключался и в том, чтобы остаться там жить. И не просто остаться жить, а стать своими для этих мест. Вот есть теперь в современном лексиконе политическом такое слово «инкультурация», когда человек входит в культуру другой страны, другого народа. И всегда этот процесс сопровождается определенными сложностями, какими-то внутренними противоречиями, разрывом со старым, обретением чего-то нового. Это очень все непросто. Ну а когда речь идет о переселении целого народа, то, конечно, это был особый подвиг духа. И, наверное, никогда бы он не был таким успешным, если бы не вера православная. В отличие от многих завоевателей, которые покоряли Северную и Южную Америку, Африку, и колонизируя эти земли, несли смерть, разрушение, насилие. И история этих завоеваний осталась страшным местом в истории местных народов. Вот ничего подобного не происходило в России. И может возникнуть вопрос, а почему? А ответ очень простой. Вера православная. Воспитанные в православной вере люди не могли нести смерть, уничтожение, пожары, разрушение, насилие. Это просто не соответствовало духовному строению русских людей. И вот они пришли на берег реки Лены. Конечно, все было не очень просто. И такие движения больших народных масс никогда не бывают простыми. Но, по милости Божией, произошло это соединение двух культур и двух народов. А когда происходит такое мирное соединение, то всегда ведь не одна сторона только играет какую-то положительную роль. Но обе стороны. Это как в браке. Когда люди соединяются браком, то от одного и от другого зависит крепость этого брака. Вот так же и там, и от одного народа, и от другого зависело, произойдет ли это соединение. Смогут ли эти народы на протяжении столетий жить вместе. И ведь все получилось. Не было страшных страниц насилия, выселения, геноцида, ничего подобного. Как жил народ якутский, так он и живет. И пришли русские, и не стали чинить тех страшных злодеяний, которые обычно чинили колонизаторы, потому что совесть-то была православная. Именно православие явилось той скрепой, которая соединила два народа. Но, конечно, в современной жизни возникают разные проблемы, вызовы, как мы теперь говорим. И необходимо преодолевая эти вызовы, на что-то опираться. И я думаю, что если говорить о Якутии, о якутах, о русских, живущих в Якутии, то совместное преодоление и трудностей, движение вперед, конечно, обусловлено этим совершенно удивительным состоянием межнационального мира, спокойствия. Меня Господь привел в Якутию, я там бывал, и самые теплые, светлые воспоминания остались у меня от посещения якутской земли. От той атмосферы, доброжелательной, открытой, такой мягкой, сердечной, с которой я соприкоснулся, посещая якутскую землю. И сегодня у нас в Якутии епархия Владыка Роман, архиепископ, который возглавляет епархию на этих огромных географических просторах. Я хотел бы также и вас поблагодарить за устроение церковной жизни и за вклад в созидание добрых межнациональных отношений. Но моя, конечно, особая благодарность к властям и к предыдущим, и к ныне действующим, потому что без вашей инициативы, без вашего руководства многое могло бы пойти иным путем. Но то, что сегодня все так благополучно складывается во взаимодействии двух народов, в созидании национальной жизни Якутии, в развитии ее экономики, в совершенствовании инфраструктур и всего прочего, о чем известно нам, живущим за тысячи километров от Якутии, все это, конечно, имеет под собой основу, которая в первую очередь связана с добрыми межнациональными отношениями. Вот дай Бог, чтобы и так и дальше было, чтобы Якутия являла пример этих добрых межнациональных отношений, чтобы замечательные национальные черты якутского народа и тоже соответствующие черты русского народа, соединяясь, умножали общую силу, общую возможность достигать всех целей, которые сегодня сама жизнь ставит перед Якутией. То, что сегодняшнее торжество происходит в этом храме, как я сказал, в главном храме всея Руси, свидетельствует о том, какое большое значение для всех нас, живущих в Москве, для патриарха, для нашего епископата, для нашего народа, имеет тот праздник, который сегодня вместе с Якутией мы все отмечаем. И молитвы наши сегодня были о сохранении Якутии, ее народа, ее замечательной природы, тех сокровищ, которыми она обладает, чтобы все это служило благу народу Якутии и помогало ему развивать свой потенциал и восходить от силы к силе. Мы верим, что так оно и будет. И поэтому еще и еще раз, вознося Богу благодарность за те межнациональные отношения, которые сложились и которыми отмечена сегодня повседневная жизнь Якутии, благодарение Богу за все то, что Он даровал якутскому народу через те великие сокровища, заложенные в Якутии, в ее недрах, в лесах, благодарение Господу и за то, что якутский народ, пройдя тоже очень непростым историческим путем, достиг сегодня той высоты, на которой он находится. И то, что мы отмечаем, еще раз хочу подчеркнуть этот праздник в самом центре всея Руси, в Успенском кафедральном соборе патриаршем, свидетельствует о том глубоком уважении, которое вся церковь и народ наш русский имеет по отношению к народу Якутии. И дай Бог, чтобы те связи, как я уже сказал, которые заложены нашими предками, и сегодня сохранялись, развивались и служили благу Якутии, якутскому народу и всему народу России. Благословение Божие да пребывает над Якутией, над народом Якутии, над руководством Якутии, и, конечно, над православной церковью. Пусть Господь хранит всех нас на многое и благое лето. Аминь. С праздником поздравляю вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова